Семикаракорск По программе «Доступное жилье» всем бомжам Семикаракорска выдали ключи от новеньких домофонов. Если топить котят в соке добрый, то грех не засчитается. Начальник Семикаракорской пасеки никогда не мог отличить по лицу, бухал ли его сотрудник или работал. Итак, следующая команда ПЛН, которая будет читать свои замечательные новости, это пятница 23-го. Давайте поприветствуем. Поехали. Худая повариха раньше была ногой у толстой поварихи. На день города Ростова-на-Дону Настя из Багаевки забеременела, зато в рисе ровов похавала. Очень точная бабушка, когда шила свитер своему внуку, ясно дала понять, какого пола будет олень. Сочинский бомж с богатой фантазией, когда ел медузу, представлял холодец. Котенок, у которого очень много лайков ВКонтакте, говорит не мяу, а мяу. Спасибо. Ну что, следующую команду Павел, объявляйте, у вас лучше всего получается объявлять эту команду. Ну, это моя любимая, вырезана цензурой. Еще раз, здрасте. Да ярко ударница выдавливает весь кетчуп за раз. Боярский назвал дочь именем Короля. В армянские семьи детей приносит не айф, а орел. Александр Друзь начинает заниматься сексом только после фразы «минута пошла». Сенсация. Передача «Жди меня» специально крадет пенсионер. Ну что же, вырезан цензурой. Замечательно. Ростовское метро. Вы готовы? Тогда поприветствуем. Ростовское метро. Шесть новостей. Это мои первые новости. Мачки сказали, если вы смеяться не будете, то это последние мои новости. Криминальная хроника. Столкнулись фура с бинтами и фура с зеленкой. Слава богу, никто не пострадал. Колобка с тремя пулевыми ранениями доставили не в больницу, а в боулинг. В дагестанских фильмах ужасов вместо крови используют не кетчуп, а аджику. Час тонко. Девочка, воспитанная ковром, на общих хватках стоит сзади. Ну и у одинокого колобка под кроватью лежит воздушный шарик. Это была завершающая команда. Ростовское метро. Да. И всем. Да.